Добрый вечер, уважаемые поклонники хоккея! Рад приветствовать вас в Воронеже! Ледовый дворец спорта юбилейный сегодня принимает очередной матч Олимпет-ВХЛ, Кубка Шелкового Пути, сезона 2023-2024 и сегодня в гости к Воронежскому Бурану приехала Югра из города Ханты-Мансийск. Вихарев здорово выскочил со скамейки запасных, привез шайбу в чужую зону, неплохо подключил Шумилова, Шумилов бросил и попал! 1-0 становится счет! Или все-таки Мельников там даже подставил, судя по всему, глюшку? Ну, обязательно разберемся на повторе. Да, судя по всему, все-таки Мельников там зацепил шайбу после броска Шумилова. В любом случае классная комбинация получилась у воронежцев. И Даниил Мельников, номер 87-й, забрасывает эту шайбу. Да, на повторе великолепно было видно, что изменила шайба траекторию полета. И Даниил Мельников записывает на свой счет очередную заброшенную шайбу. Хорошая передача по чужую синюю линию. В связи с этим неплохая атака. И бросок отличный получается сейчас у Кирилла Максимова. Сравнивает он счет в сегодняшнем матче. Хорошо расчерченная атака хоккеистами Югры и великолепное завершение этой атаки. Вот 52-го номера хантамансийцев Кирилл Максимов с неудобной руки. Смотрите, как технично отправляет шайбу в дальний угол. Здорово все расчертили хоккеисты Югры и опять же великолепное завершение. Явно Эльдар Шексаддаров будет записан в ассистенты в равных, но неполных составах. Здесь включил очень здорово. Ноги! Антон Назаревич и переиграл. Лосенкова очень здорово все сделал. Давайте еще раз посмотрим на повторе. Ну там большой еще и рикошет был от клюшки Кремзера. Да, через клюшку, собственно, этот бросок и состоялся. И в итоге, наверное, этот момент и дезориентировал Никита Лосенкова. Между щитков шайба предательски проскочила. Крышков не стал бросать и передачу отдал ровно между Кремзером и Дороховым. И вот атака 2 в 1 сейчас уже от Югры. Бросок и гол! Прошивает Никита Лосенкова. Ильдар Шексаддаров. Для него это четвертая заброшенная шайба. И уже шестое набранное очко в четвертой игре за Югру. Вот это, конечно, статистика. Но опытнейший игрок. 267 матчей в КХЛ на его счету. И вот здесь ошибка. И бросок, и гол! Ох, какую паузу сейчас Дмитрий Костенко выдержал. И вот не зря я вам про него рассказывал. Собственно, сейчас он и забивает уже шестую шайбу в этом сезоне. Набирает десятые очков в 12-м матче за Югру. И доводит преимущество Югры до трех заброшенных шайб. Ну, вот здесь, смотрите, какая классная мхатовская пауза. Дождался он, когда проедет мимо направления броска игрок Бурана. Ну, и ошибка Воронина, конечно, очень неудачная. Ну, и шансов здесь у Никиты Лосенкова было немного этот бросок отразить. Дмитрий Костенко 4-1 за 15-23 до окончания третьего периода. Вступил в игру Заврагин. И здесь момент, бросок и гол. 5-1 становится счет. Югра, конечно, реализует свои моменты с завидным постоянством. Если, конечно, Буран не начнет забивать в сегодняшнем матче, то два подряд разгонных поражений. Вполне на домашнем льду воронежцы могут потерпеть. Да, против очень непростых соперников. Рубин и Югра постоянные лидеры ВХЛ. Но, тем не менее, факт остается фактом. Хорошая шайба от Егора Черникова. Еще и без клюшки на короткое, правда, время остался один из хоккеистов Бурана. Перевод здесь опасный. Ну, и здесь уже просто, просто, да, настолько верного разыграли хоккеисты Югры, что диву даешься. Семен Асташевский на этот раз забрасывает уже шестую шайбу. Для Асташевского это пятое набранное очко. Третья заброшенная шайба в шестой игре за Югру. 23-летний уроженец Омска, Семен Асташевский. Ну и, опять же, из омских крыльев пришел в Югру. И очень здорово здесь себя чувствует. Были большие проблемы с реализацией своих возможностей. 6-1 в пользу Югры. Всех болельщиков Югры поздравляю с этой победой. Была яркой, красочной и захватывающей. Что остается, кроме как верить в команду. Семен Асташевского будет, друзья. И уже послезавтра на счет следующий.